Привет, меня зовут Макс Белоусов, и сегодня я решил вести свой видеоблог. Решил посвятить теме моих отношений с людьми. Сегодня, когда я вернулся из Сочи, мы с ребятами из Лайка ездили, с выпускниками долины. Решил записать видео, рассказать про себя, про свои положительные черты характера и отрицательные. Так странно, когда я это писал, мне прям глаза открылись. Такое прикольное упражнение, на самом деле. Я его нигде не вычитал, просто когда в самолете летел, решил выписать все минусы и плюсы своего характера. И когда я выписал минусы, я думаю, господи, как же со мной люди вообще общаются. Не знаю, чем я могу их зацепить, если я такой, вот такой, сложный. Вот я выписал черты характера своего. Итак, мои отрицательные черты характера. Первое – это грубость. Я грублю людям не всегда осознанно. Это получается часто эмоционально. Либо я не контролирую, повышаю голос, потому что мои родители актеры. И, ну, в принципе, у нас в семье как-то, ну, иногда мы можем повысить голос. Я сам даже того не замечаю. Возможно, делаю так же. Я очень прямой человек. Ну, так случилось, что с детства я то, что думаю, то и говорю. То есть у меня, ну, например, если человек мне не нравится, я, ну, в данный момент, это не значит, что он мне вообще, в принципе, не нравится. Если он в данный момент мне что-то не нравится, какая-то ситуация, я об этом говорю всегда прямо в лицо. И у меня это действительно большая, гигантская проблема всей моей жизни. Потому что очень много нежелательных ситуаций связано с этим было. Вторая моя черта отрицательная. Я считаю, ну, такого рода высокомерие, что ли. Нисколько, ну, как бы не ко всем людям. И я не считаю, что это высокомерием можно назвать. Потому что я скорее фильтрую людей. То есть у меня есть люди, с которыми я люблю общаться. И они мне нравятся, я стремлюсь, то есть быть, не знаю, похожими на них. А есть люди, которые я считаю, что, ну, я их уже как бы перерос. То есть, ну, не знаю, вырос, что ли. То есть все, что они говорят, мне уже, ну, не интересно. То, чем они занимаются, мне не интересно. И да, я, возможно, с некоторыми из людей могу вести себя как-то высокомерно, скажем так. Вот, прошу прощения, если, ну, с вами я как-то повел себя не совсем правильно. Но я все-таки стараюсь фильтровать тот внутренний круг общения, который у меня есть. И держать людей рядом, которые меня чему-то учат, помогать мне развиваться и расти. Следующее – это неорганизованность. Это у меня с детства. Я в основном, ну, ленивый парень был и сейчас есть. И если мне какое-то дело не нравится, либо оно мне скучно, я ленюсь. Вот. И, соответственно, очень сложно мне организовывать себя. То есть у меня в основном это происходит как-то импульсно. То есть вся работа у меня эмоциональна. Если мне что-то нравится, я горю этим, я хочу этим заниматься, могу ночами сидеть, это доделывать. Если мне это не нравится, мне приходится себя ломать. Ну, наверное, как и большинство людей. То есть приходится как-то расписывать план, через себя переступать, заставлять себя это делать. В общем, у меня есть проблема неорганизованности. Но я сейчас, так как я осознал эти проблемы, эту проблему конкретно, читаю книги по селф-менеджменту, по самоорганизации и по тому, как работать с сотрудниками. Думаю, что, ну, даже не думаю, уверен, что у меня получится, так как, в принципе, почему нет? Если у кого-то это получается, почему у меня это может не получиться? Следующее, это излишняя эмоциональность. Да, я очень эмоциональный человек, и это так еще называется, есть проактивность, есть реактивность. Вот я, скорее, часто реагирую на какие-то внешние факторы, ситуации реактивно. То есть сначала что-то говорю, потом только подумаю. Это большая, опять же, проблема моя. Поэтому я буду с этим работать, естественно. Конечно, нужно сначала как минимум до 10 посчитать, подумать, что тебе принесет та или иная фраза, которую ты скажешь необдуманно, эмоционально. И нужно ли вообще этот конфликт тебе, ну, мне. Поэтому буду с этим работать, естественно, буду стараться не эмоционалить все время. Да, хотел еще сказать, что у меня иногда, ну, у меня есть тик нервный, дергается немного нос и щека, потому что произошла не очень приятная ситуация где-то год назад. И я очень сильно переживал, пил даже успокоительный. В общем, у меня с того времени немного остался нервный тик, так что не замечайте, не обессудьте. Так, а следующая конфликтность, ну, в принципе, относится к грубости, высокомерию. Я не умею слушать людей. Ну, то есть я как бы их слышу, но когда они говорят, я параллельно начинаю думать, что я сразу скажу, и у меня как будто бы такая глухота наступает. То есть я перестаю слышать, что говорит собеседник, и мне скорее хочется сказать свои мысли. Опять же, надо с этим работать, надо это контролировать. Следующее, это сплетни. Я не люблю сплетни, но почему-то часто их развожу. Не знаю, может быть, потому что мне нравится общаться с людьми, узнавать, как-то анализировать ситуации, обсуждать людей. Это хреново. Ну, то есть реально хреново, и очень много проблем у меня было с этим связано и связано сейчас. Буду стараться меньше это делать, потому что это неправильно. Ну, то есть у каждого есть своя жизнь, и не нам судить людей, у которых что-то происходит, какие-либо жизненные ситуации. Мы можем оказаться на их же месте и давать какую-то внешнюю оценку ситуации человека, либо его поведение, но не совсем правильно. Тем более обсуждать это, ну, за спиной. Да, это фигово. Неуважение и непринятие авторитетов. Вот, я выписал следующий такой пункт. Не знаю, возможно, в силу характера отца, у меня отец никогда не работал в офисе. Он, ну, такая свободная душа, он актер. И я, видимо, пошел в него характером. То есть я не люблю, когда мне приказывают. То есть если я не согласен с человеком, либо не хочу что-то делать, я не буду это делать. Естественно, я с этим борюсь. И нужно слушать людей, которые все-таки выше тебя в плане, ну, там, по карьерной лестнице, либо, в принципе, по социальному положению. Возможно, опять же, это какая-то защитная реакция, типа того, что я такой классный, крутой и все знаю. Возможно, какая-то играет юношеская, юношеский максимализм. Это минус. Я это написал как самодурость. Ну, я имею в виду, что, типа, только мое мнение и ничего больше. То есть только я прав, никто больше не прав. И все, что говорят остальные, это, ну, они идиоты. Итак, самодурость. То есть надо с этим бороться. Надо слушать людей, надо принимать их мнение. Потому что сегодня ты с ними не согласен. Завтра ты можешь быть с ними согласен, даже быть с ними на одной волне, на одной стороне баррикад. Поэтому, опять же, это минус. И нужно с ними работать. Я люблю спорить. У меня это написал как споры ради споров. То есть просто тупо поспорить, там, покричать, поорать, вывести на конфликт. Я это люблю делать. И тоже считаю, что это фигово. Итак, следующее. Это недоделывание дел до конца. Я думаю, это проблема у большинства людей. Когда ты начинаешь что-то делать, ты горишь идеей. Ближе к середине ты понимаешь, что появляются какие-то проблемы. И то, что ты наметил, оно не так легко, не так быстро реализуемо, как ты планировал. И под конец ты просто устаешь. И думаешь, нафига вообще я это начинал. В общем, нужно заканчивать дело. Нужно уметь заканчивать дело. А если что-то иначе, нужно это заканчивать обязательно. Иногда я обижаюсь и веду себя, ну, как ребенок. Да, действительно, это проблема. Причем, я с детства увлекаюсь психологией. Как с детства? Ну, там, лет с 14-13 лет начал читать какие-то книги. Эрик Берна, транзактный анализ. Ну, пытался, в общем, разобраться в себе. То есть, объяснить мое поведение. И понять, где собака зарыта, проблему. То есть, понимание проблемы, оно ведет все-таки к решению. Поэтому пытался понять, в чем суть. Суть, видимо, в том, что у каждого из нас есть, так называемые, три архетипа. Это взрослый, ребенок и родитель. А взрослый, это когда два человека встречаются в жизни, ну, и общаются наравне. То есть, ну, как взрослые люди. Родитель, архетип родитель, это когда у вас в голове звучит голос родителей. То есть, они вам что-то говорили, что-то советовали, что-то запрещали. Даже если родителей больше нет с вами, там, они не живы, все равно этот голос, эти установки, они остаются у вас в голове. И третий архетип, это архетип ребенка. Когда, например, в детстве у вас какие-то происходили травмы детские, комплексы, и они иногда в жизни при определенных обстоятельствах начинают всплывать. То есть, там, не знаю, меня называли толстым, кто-то называл меня толстым, и я начинаю, как бы, закипать, я, ну, как бы, возвращаясь в то состояние в детстве, когда мне было обидно, некомфортно, когда, ну, то есть, веду себя как ребенок, то есть, запускается вот этот механизм ребенка, так скажем. Следующее, то, что я выписал, я жадный. Жадный в плане, иногда мне жалко тратить деньги на что-то. То есть, в принципе, я трачу деньги, ну, не, особо не раздумывая, но почему-то иногда мне так в лом что-то покупать, не знаю, как-то тратить деньги. Не знаю, можно это назвать жадностью, либо жмотством, но я выписал это, потому что иногда мне тупо жалко денег на что-то тратить. Хотя, оно, в принципе, понятно, если, ну, на данный момент их немного, и приходится экономить. Я считаю, что это все-таки минус, и не нужно жалеть денег, не нужно тратить, ну, нужно их тратить и зарабатывать, соответственно. Так, следующий минус, я выписал рефлексия. Очень люблю подумать, порассуждать о том, что было, а что было бы, если бы я поступил так или иначе. Почему это минус? Потому что я думаю слишком много об этом. То есть, думаю слишком много о том, что произошло в прошлом, вместо того, чтобы думать, что происходит сейчас, и что может произойти в будущем, и как повлиять на это будущее, чтобы оно было лучше. Поэтому, это минус, не нужно жить прошлым, нужно анализировать ошибки предыдущие, и строить выводы, становиться лучше, не совершать те же ошибки, которые ты совершал, и идти дальше. И последнее, я выписал, я эмоционально нестабильный. То есть, там, сейчас я могу быть спокойным, через 5 минут я могу, не знаю, там, разозлиться, через 10 минут я могу вообще смеяться. То есть, ну, какая-то вот такая вот у меня такая синусоида настроения. Итак, минусов много, но я все-таки решил еще выписать свои плюсы. Первое, это трудолюбивость. Я реально люблю работать, если мне это нравится, я зажигаюсь идеей, могу ночами работать, стараться все выполнить. И я действительно люблю работать, потому что, если я не работаю, я чувствую какую-то пустоту. То есть, ну, какую-то... Ну, в общем, мне тяжело не делать что-то. Я, как будто бы, я использую свое время понапрасну. Даже когда я сплю, я думаю, вместо того, чтобы я спать, я мог мне почитать книгу. Хотя я очень люблю поспать. Иногда я люблю... Ну, в смысле, не люблю, иногда я отдыхаю. То есть, у меня, например, может быть, там, неделя плотной работы, и после этой недели 2-3 дня я могу там валяться дома, просто смотреть сериалы и отходить. То есть, ну, как бы вообще от внешнего мира могу там, не знаю, в онлайн-игру какую-то поиграть. Чисто вот расслабиться и абстрагироваться от внешних, ну, как, внешних факторов. Вообще, вообще жизни, в принципе. Прийти в себя и вернуться обратно в работу. Следующее – это открытость и честность. Я действительно открытый, прямой человек. И если мне что-то нравится, я дам об этом знать. Если мне не нравится, я также об этом скажу. Это было и минусом, но и, считаю, тоже плюсом. Так как честность, она ценится у нас сейчас в мире, и я думаю, что это всё-таки плюс. Умение признавать свои ошибки. Да, пусть не сразу, но всё-таки, когда я рефлексирую, я могу признать, что, например, я был неправ в той ситуации. Там может пройти, там, неделя, две недели, месяц, полгода, год. Но всё-таки я могу признавать ошибки и, не знаю, там, поговорить, либо позвонить человеку, сказать, что чувак, извини, я был неправ. Амбициозность. Я очень амбициозный, я действительно, у меня большие цели, и я люблю их достигать, и я их достигаю. Пусть не все, но тут ещё следующая черта моего характера влияет, как настойчивость. Я, если я поставил какую-то цель, я всегда хочу, ну, как я её достигну по-любому. То есть, ну, там, не сейчас, там, через год, через полтора, но всё равно я хочу её достигнуть. То есть, легко нахожу общий язык с окружающими. Да, действительно, это так. Мне легко, в принципе, как это парадоксально не звучит, так как я закрытый, ну, по своей сути человек, интроверт, но всё-таки мне легко находить общий язык с людьми, особенно с теми, кто мне нравится, кто мне импонирует. Следующая черта я выписал, которую это развитие как гуманитарного, так и технического мышления. По образованию я геофизик, то есть, у меня техническое образование, но при этом я считаю, что у меня очень хорошо развито гуманитарное мышление. Там, не знаю, писать тексты, сочинять что-то, фантазировать. И когда оба полушария, так сказать, работают одновременно, это круто. Я быстро обучаюсь. Когда мне что-то дают, задание какое-то, либо я понимаю, что мне нужно изучить какую-то тему, я могу быстро прочитать, посмотреть какой-то туториал, видео, и быстро разобраться, вникнуть в суть проблемы. И потом начать это делать, начать это использовать. Следующий плюс, я могу вдохновить человека или группу людей. Мне нравится вдохновлять, зажигать людей, собирать команду, вот какой-то проект, либо свою идею. Я считаю, что это плюс. Не у всех есть умение именно собрать и зажечь людей какой-то идеей, чтобы они работали, может быть, даже за бесплатно, потому что это им нравится, а не верить в твою идею. Это очень важно. Следующее, я авантюрный могу пойти на риск, если я чувствую, что это мое, либо я должен это сделать. Быстро приспосаблюсь к окружающим обстоятельствам и к новому коллективу. Я думаю, что это очень большой плюс, потому что в том ритме жизни, который сейчас есть, очень важно уметь быстро находить общий язык с новыми людьми, коллективами, и быстро приспосабливаться к изменениям внешней среды, окружающей среды, уметь вести себя в различных ситуациях. Следующая черта, мой плюс, это крайняя ответственность. Я, когда мне что-то поручают, даже если я ленивый, либо не хочу это делать, если я говорю, да, я это сделаю. Вот, расшибусь в лепешку, но сделаю. Это, видимо, у меня от матери. Мама у меня тоже очень ответственный человек, и я, видимо, пошел в нее, в этой черте характера. Я идеалист, я люблю делать все идеально. Ненавижу, когда какая-то деталь, я вот просто понимаю, что какая-то деталь, она несовершенна. Чтобы то, что я делаю, было совершенно, нужно, не знаю, там, изменить что-то, там, пару вещей, кто-то, может быть, на это наплевать, но это не я, я буду о них думать, об этих вещах, и все равно я их переделаю в итоге, чтобы все было круто и идеально. Спасибо за такой, может быть, долгий, получившийся долгий первый мой видеоблог. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, не все видео будут такими скучными. Буду стараться делать прикольные видео, веселые, там, из поездок, куда я, там, езжу, там, не знаю, с разных ситуаций, прикольных фишек, которые со мной случаются, либо которые я, там, делаю, там, какие-то проекты. Поэтому подписывайтесь, читайте мой блог, ссылки в описании под видео найдете. Вот, спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok